Всем привет! С вами канал со сложным названием DaciaClubMD.ru И сегодня я вам расскажу про новый бюджетный электромобиль ROW Clever за 5900 евро. Китайский концерн SAIC выпустил новый электрокар Clever, который продается под марками ROW и MG. Двухместная трехдверка – это полноценный автомобиль, а не квадроцикл. Название модели обигран Акроним EV. Есть единственная комплектация ROW Clever EV360 за 5900 евро. Габариты бюджетного электромобиля таковы. Длина 3140 мм, ширина 1648 мм, высота 1531 мм, колесная база 2000 мм. Снаряженная масса 950 кг. Шасси незатейливая, спереди независимая подвеска McPherson, сзади полузависимая подвеска на продольных рычагах. Размерность шин 175х60 R13. Диски из алюминиевого сплава, запаски нет, но есть ремкомплект. Поведение машинки стабильное, благодаря крепкому шасси и широким для класса шинам. Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Стояночный тормоз здесь ручной. Ближний и дальний свет галогенный. Внутри хэтчбэк Clever простой и практичный. Сразу стоит выделить кресла со встроенными подголовниками в спортивном стиле из материала Cortex. Это двухместный хэтчбэк. Водительское сидение и кресло переднего пассажира регулируются вручную вперед-назад и меняется угол спинки. Руль выполнен из пластика, дополнительных кнопок нет. Регулировка руля доступна только по высоте. По центру салона расположилась 8-дюймовая мультимедийная система со встроенной навигацией. Ниже расположился кондиционер с ручной регулировкой. Над экраном мультимедии предусмотрена щель, чтобы воткнуть туда свой смартфон. Панель приборов аналоговая, с дисплеем бортового компьютера. Аудиосистема поставляется с двумя или четырьмя динамиками. Центральный замок открывается и закрывается от пульта дистанционного управления. Есть функция запуска без ключа с кнопки Start-Stop. Аварийка и кнопки стеклоподъемников собраны под стояночной кочергой. Электрические стеклоподъемники идут с функцией защиты от защемления в окнах. Регулировка наружных зеркал тоже электрическая. Оформление салона только в черно-зеленых цветах, а сам кузов окрашивается в белый или зеленый. Объем багажника 439 литров. Неплохо. Roll Clever оснащается синхронным электромотором с постоянными магнитами на 50 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. С данным двигателем поставляется тройная литиевая батарея емкостью 29 кВт-часов. Запас хода составляет 302 километра по циклу NEDC. Привод, конечно же, только передний. Расход оценивается в 10 кВт-часов на 100 километров или 6 юаней на сотню. Поездка на метро стоит от 2 до 9 юаней. Машинка заряжается через порт на носу. Мощность штатной станции зарядки 6,6 киловатта, поэтому зарядка с 0 до 100% занимает 5-6 часов. Максимальная скорость электромобиля ограничена на отметке в 100 км в час. Батарея защищена от влаги и пыли по стандарту IP67. На нее дается гарантия 8 лет либо 150 тысяч километров. Гарантия на сам электромобиль 3 года или 100 тысяч километров, в зависимости, что настанет быстрее. Кузов на 68% выполнен из высокопрочной стали. Имеются датчики парковки сзади и спереди. Также есть камера заднего вида, чтобы контролировать процесс парковки. Бюджетный китайский электромобиль Роу Клевер получил внушительный список пассивной и активной безопасности. Сюда входит антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозного усилия и система контроля давления в шинах. Подушки безопасности здесь две. Одна для водителя, а вторая для переднего пассажира. Трех дверки Клевер уже трудоустроены в каршеринговой сети EV Card, которая владеет сама компания SAIC. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам Роу Клевер за 5900 евро и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что будущее за электромобилями. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok